С июля создается единая для всей страны цифровая платформа в сфере трудовых отношений, которая поможет гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе сотрудников. Также на сайте Госуслуг любой желающий теперь сможет получить выписки на недвижимость. Можно сделать на объект недвижимости, то есть когда человек знает какой-то адрес, любой абсолютно адрес в России, можете, зная адрес, заказать выписку и понять, кто собственник этого объекта. Можно получить выписку на переход прав. Эта вещь очень удобна в те моменты, когда мы готовимся к покупке либо продаже недвижимости. В гаджетах должно быть предустановлено российское программное обеспечение. В противном случае производителю грозят штрафы. Почти все крупнейшие производители электронных устройств подтвердили, что они будут работать по новым правилам в России. И теперь у нас при покупке, например, мобильного телефона, у нас там помимо обычного количества приложений, будут российские приложения, предустановлены уже. Кодекс административных правонарушений уже внесли в соответствующую статью. Штраф на должностных лиц до 50 тысяч рублей, на компанию до 200 тысяч рублей. Окончательно перейдут на российские карты МИР все пенсии и социальные выплаты. Тем, кто откажется от карты, деньги придется получать наличкой. Альтернатива введена не просто потому, что так захотело государство, а в ответ на те угрозы, которые прямо или косвенно высказываются, что якобы Россию отключат от системы международного обмена информацией по вот этим работам с этими картами. И мало того, ведь операции с этими картами так или иначе облагаются комиссиями. И государство посчитало глупым, что при выплате социальных платежей, по сути, как бы спонсировать за счет комиссий, спонсировать вот эти международные системы, которые определенным образом агрессивно ведут себя по отношению к нашей стране. Жизнь предпринимателей станет немного легче. Налоговые органы будут теперь блокировать счета организаций за непредоставление отчетности или расчетов через 20, а не через 10 рабочих дней, как раньше. Те, кто занимаются бизнесом, организации понимают актуальность этого вопроса. На практике этот механизм налоговый орган часто использует. И налогоплательщик на самом деле не всегда в курсе, что произошло. Он становится перед фактом, пришел на работу, смотрит отчет, заблокирует. И 10 рабочих дней – это, собственно, такой достаточно короткий промежуток времени. Тут эта вот норма, она, безусловно, работает в пользу налогоплательщика. Кроме того, налоговый орган имеет право в течение 14 рабочих дней предупредить налогоплательщика о возможной блокировке. Также в налоговый можно будет получать цифровую подпись. До этого месяца цифровые подписи выпускали всякие частные организации. И, пользуясь этими подписями, можно было ряд электронных услуг совершать, получать, оказывать. Теперь эту услугу вводят налоговики, правда, не для обычных граждан, а для предпринимателей, организаций. С июля для получения выплаты госуслуг предоставлять справку об инвалидности не потребуется. А теперь необходимая информация будет запрашиваться из федерального реестра. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, Николай Сидоров. События.